Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Тимофей. Ну что, готовы начать урок? Да. В школу Тимофей не ходит. Шум в классе и быстрая утомляемость мешают ему сосредоточиться на уроках. Ситуацию спасают онлайн-репетиторы. Он разговаривает с преподавателем, он надевает наушники, он не слышит всё, что его окружает, он уходит вот именно в занятия, и вот его всё это поглощает процесс, и он не отвлекается. Это самый главный момент в занятиях. Выпало из-за леса солнце. Что? Солнце. Умница. Домашнее кресло и компьютер Тимофею нравятся гораздо больше, чем парта и школьная доска. Пусть дома нет друзей-одноклассников, зато есть огромный выбор преподавателей. У меня не уладелось учителярмия никак. Постоянно ругались, и программа тяжёлая была. Так что вот репетиторы именно до меня. Они добрые, не орут, не кричат в тетради, не рвут. Вокал, дизайн, рисование – чему только не учат в онлайн-пространстве. Да и ездить на эти уроки не нужно. Расстояние здесь не имеет никакого значения. Онлайн-образование сегодня один из самых востребованных продуктов в сети интернет. Это быстрее, намного не надо никуда ездить. Это дешевле, доступнее и плюс-то эффективнее. Во всяком случае, он не уступает эффективности с обычным репетентом. Шесть лет назад Александр Пашков организовал в интернете сервис по онлайн-обучению. Дело быстро пошло в гору. У нас сейчас активных действующих 300 педагогов. Но при этом зарегистрировано больше 10 тысяч. Растёт проект примерно в 2-4 раза в год. Очень быстро. Каждый репетитор проходит тщательный отбор. Сдаёт копию диплома, тест на профпригодность, педагогическое собеседование. И только потом может приступать к урокам. Повторяем падежи. Так, видишь картинку на доске? Светлана Басенко провела свыше 2000 онлайн-уроков. 3-4 ученика в день для неё норма. А доход ничуть не уступает зарплате школьного учителя. Это удобно. Мне не приходится никуда ходить. Все нужные программы, нужные материалы на моём домашнем компьютере. Это не менее эффективно, чем традиционное обучение. К тому же, на мой взгляд, это обучение будущего. По данным Росстата, сегодня больше четверти всех школьников готовятся к ЕГЭ с помощью репетиторов. И с каждым днём всё больше из них предпочитают брать уроки онлайн.